Добрый день, уважаемые зрители! Меня зовут Анна Липатова. Я являюсь кандидатом политических наук и работаю доцентом кафедры общей и этнической социологии Казанского федерального университета. Сегодня мы с вами поговорим на такую актуальную и интересную тему, как влияние медиа и медиаэффекты, которые сегодня есть в современном информационном пространстве. Когда-то в студенчестве я открыла для себя роман Энтони Бёрджеса «Заводной апельсин». Речь шла о трудном подростке, склонном к преступности, к преступным действиям, и излечить от этого поведения его пытались с помощью экспериментального курса лечения. Что же с ним делали? Его сажали перед экраном и непрерывно демонстрировали сцены, связанные с насилием. Тем самым пытались спривить органическое отвращение ко злу. В 1971 году гениальный режиссер Стэнли Кубрик снял фильм по этому роману. И вот кадр, который представлен на слайде, сегодня стал настоящим мемом, потому что он демонстрирует, насколько тяжело нам сегодня в современном обществе находиться в этом информационном потоке и наблюдать за новостями, которые просто в непрерывном таком режиме льются на нас из различных информационных источников. То есть он открыл очень актуальный вопрос и на сегодняшний день о том, как медиа влияет на подсознание человека. Что же такое медиа? Об этом задумался еще Платон. Вернее, он задумался о том, как посредник, медиальная природа, влияет на наше представление о вещах. В аллегорической истории об узниках из диалога государства он предлагает провести мысленный эксперимент. О чем же говорит Платон? В первую очередь он предлагает представить, что с самого детства узники прикованы в пещере, и о том, что происходит в окружающем мире, они имеют представление исключительно по смутным теням, которые отбрасываются от костра перед входом в эту пещеру. Мимо входа проходят слуги, несут какую-то кухонную утварь, что-то, какие-то предметы. И, собственно говоря, что это за предметы, узники понимают лишь по отбрасываемым теням. То есть их представление в целом об окружающем мире как раз-таки формируется через медиальную природу вот этого костра. А также Платон задается вопросом, что же произойдет с узниками, если они выйдут на яркий солнечный свет? Захотят ли они познать этот мир, ну как бы в реальном его воплощении? Ну, ответ он формулирует так. Скорее всего, узники захотят вернуться обратно в пещеру и укрыться иллюзией, покрывалом вот этих вот своих представлений и своих иллюзий. На современном этапе, безусловно, эта история, эта аллегория, эта метафора служит наглядным примером того, как мы формируем представление о событиях, оперсонах через медиальную природу. Канадский философ и культуролог Герберт Маршалл Маклюин в 1962 году выпускает книгу, в которой он обозначает мир как глобальную деревню. О чем же он говорит? А он говорит об новом этапе развития медиа, когда электричество связывает весь мир в единое пространство. То есть для нас событие, которое происходит за тысячи километров, становится благодаря электронным медиа таким же близким, как и то, что происходит в соседнем дворе или у нас под окнами. То есть электричество связывает воедино весь мир. Также он говорит о том, что влияние медиа зависит от формы. То есть не все медиа имеют одинаковое воздействие на аудиторию. Он классифицирует медиа на горячие и холодные. Ну давайте поговорим о горячих медиа. Что это такое? Это медиа, которые доводят наши чувства до высокой степени определенности. То есть оно очень глубоко погружает нас вот в историю, в контент, и мы благодаря, например, аудиовизуальному ряду, который нам предлагает телевидение, соответственно, очень глубоко проникаем в эту историю. Примером служит, например, кино. Когда мы наблюдаем за историей, предположим, фильма «Титаник», то нам предлагается яркий аудиовизуальный ряд, и мы становимся таким реципиентом, которым транслируется эта достаточно активная информация, активная по своей подаче. При этом у нас практически отсутствует возможность дать обратную связь. И вот как раз-таки интерактивность, возможность повзаимодействовать характерна для другого вида медиа, для холодных медиа. То есть что мы можем сделать в холодных медиа? Мы можем как-то выразить свое отношение к медиапродукту, например, поставить лайк, написать комментарий, как-то, возможно, написать какой-то видеоответ, если мы не согласны с тем, что выложено на платформе медиа. И также здесь достаточно широкий спектр для наших интерпретаций, оценок. Ну, такой очень яркий пример. Сейчас я вам рассказываю о медиа через телевизионные средства. Это один формат, а если бы я написала статью для журнала, это был бы совсем иной формат, и вы бы по-иному воспринимали эту информацию. Также речь идет не только о каналах передачи информации, что это имеет значение, но и о особенности циркуляции информации о том, как же у нас запускается тот или иной информационный повод. Давайте обратимся к отрывку из трилогии Николая Носова «Приключения Незнайки». Вот здесь на слайде представлен фрагмент, как Незнайка идет по полю, солнечно-яркий день, майский жук сослепу врезается Незнайке в затылок. Соответственно, для Незнайки происходит некое событие, которое он не может объяснить. Он начинает изучать окружающую среду, смотрит на небо, там он видит яркое солнце, очень долго на него смотрит, глаза его начинают слезиться, и кажется ему, что кусочек этого солнца оторвался и, как он предполагает, скорее всего, ударил его в затылок. То есть происходит неизвестное для Незнайки явление. Ну, что делает Незнайка? Он обращается к специалисту, к астроному Стекляшкину. Стекляшкин, безусловно, смеется над этой гипотезой и говорит, ну что ты, Незнайка, солнце такое огромное, если бы кусок оторвался, он бы тебя раздавил. Что делает дальше наш ньюсмейкер Незнайка? Он миксует свою интерпретацию и научный факт, что солнце большое, и оно может раздавить. Эту информацию он передает малышам в цветочном городе, и, соответственно, как он это преподносит. Братцы, сейчас на нас несется большой кусок солнца, и через какое-то время он раздавит наш город. Сначала малыши не верят, затем все больше и больше поддаются влиянию, то есть Незнайка рассказывает, что действительно, вот, пожалуйста, шишка на затылке, со мной это действительно произошло. И они поддаются панике, начинают собирать вещи, Пилюлькин хватает свои лекарства, тюбик своей краски, но их останавливает другой, очень важный, как мы бы сегодня сказали, инфлюенсер, это Знайка, потому что у него есть знания, и он объясняет аудитории, что на самом деле ничего не происходит, и ничего не произойдет, это просто фантазии и Незнайки, которые были смешаны с определенным фактом. Здесь прекрасная иллюстрация того, как, собственно говоря, опять-таки повторюсь, Ньюсмейкер может представить нечто достоверное, нечто фактологическое, и, соответственно, передать аудитории, которая, безусловно, может принять это на веру. Здесь мы подходим к первому нашему сегодняшнему медиаэффекту, это медиаэффект информационной волны. Когда у нас запускается какой-то информационный повод, он нарастает, он начинает резонировать в пространстве, соответственно, достигает определенного пика, и затем, так всегда происходит, у аудитории возникает усталость, информационная усталость, и этот повод перестает быть актуальным, значит, наступает этап спада. Объяснить механизмы и закономерности явлений информационной волны пытались и математики, и социологи, и специалисты, которые как раз-таки разрабатывают теорию медиа, и вот, например, на слайде представлены некоторые концепции, остановимся на одной из них. В начале нулевых была предложена модель эпидемии СИР, в рамках которой распространение информации сравнили с передачей вируса. Почему СИР? Это аббревиатура от трех английских слов. Первое состояние – это состояние уязвленности, то есть уязвимое состояние, когда аудитория готова принять тот или иной информационный повод, то есть она готова подвергнуться к этому заражению. Второе состояние – это непосредственно инфицирование информации, то есть когда действительно аудиторию узнает и начинает активно обсуждать. И третье состояние – это как бы излечивание, то есть нам перестает нравиться этот повод, мы переключаемся на что-то другое. Ну и самое главное, так же как по теории с вирусной инфекцией, у аудитории может выработаться иммунитет к тем или иным новостям, то есть когда в комментариях пишут, сколько можно обсуждать, мы уже устали, это действительно говорит о том, что есть определенный иммунитет. На данной картинке представлена уже в схематическом виде сцена с незнайкой, вот он приходит к своим друзьям, и, собственно говоря, на картинке 2 мы видим, как они инфицируются этой информацией, и к 4 картинке они уже начинают излечиваться. Ну вот современные подходы к эффектам теории информационной волны, когда, например, вот группа китайских ученых предложила представить распространение информации в виде взрыва, то есть это не просто подъем, пик и спад, а это такие волны, которые, ну так скажем, угасают, 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 да, потихоньку, но все-таки имеют некоторые, да, вот пики в виде каких-то тоже поводов. Частный случай информационной волны – это экзогенный шок, то есть такое лавинообразное нарастание информации, такое лавинообразное нарастание интереса к этой информации, что общество, социум начинает испытывать вот этот вот шок, да, экзогенный шок. Ну, например, после выхода фильма об экологии в Китае, который назывался «Под куполом», за два дня его посмотрело 200 миллионов человек. Это крайне актуальная тема, связанная с выбросами промышленных предприятий, и, безусловно, оно очень волнует общество. Социологи провели лонгтюдное исследование, которое показало, во-первых, долгосрочный эффект после этого экзогенного шока, ну, грубо говоря, пошумели и забыли, это не про данный случай, то есть в течение полугода они делали замеры и проводили определенные интервью, опросы, также они задавали вопрос, готовы ли граждане поучаствовать в решении данной проблемы, и получили ответ, что да, их решимость возросла после фильма на 25%, что можно перевести в определенное количество юаней, то есть мы видим, как у нас интерес к какому-то информационному продукту, такому как фильм, привел к тому, что общественность стала задумываться над очень актуальной и важной проблемой, вот как в данном случае экология. Ну, также здесь стоит отметить эффект наложения информационных волн, то есть когда у нас запускается одна волна, ее может перекрыть другая, то есть, грубо говоря, когда активно аудитория обсуждает что-то, вот чтобы переключить внимание на другие акценты, ей предлагается какая-то другая новость. Вот в данном случае наглядным примером служит график, выгруженный из Google Trends, о теме самоизоляции и теме экономического кризиса. В 2020 году самая крайняя правая часть этого графика демонстрирует, что как только внимание аудитории переключается на тему самоизоляции, у нее тут же падает фокус на тему, снижается фокус к теме экономического кризиса. Еще один интересный медиаэффект – это эффект Streisand – социальный феномен, который объясняет повышение интереса к явлению, если его пытаются скрыть или информацию о нем изъять из публичного поля. То есть, чем больше пытаются скрыть, тем больше интерес у аудитории. Откуда берется название «Эффект Streisand»? В 2003 году американская певица и актриса Барбара Streisand подала в суд на фотографа, который разместил снимки побережья. В общем-то, это было сделано по заказу правительства, береговой линии на одном из картографических сайтов. И совершенно случайно изображение ее дома попало вот на эти снимки. Если до начала судебных разбирательств фотографию, где присутствует дом Барбары Streisand, скачали всего шесть раз, два из которых адвокаты, то после за месяц миллион пользователей посетили этот сайт, а более полумиллиона скачали фотографию, потому что в аудитории было жутко интересно, что же там такое, скрывает Барбара Streisand, если она дошла до суда и пытается изъять фотографию. Еще один хороший пример эффекта Streisand – это история с японским политиком, министром иностранных дел Хатиро Арито, министром иностранных дел в период середины XX века, когда он подает также в суд на автора книги после банкета. Почему? Потому что в одном из главных героев он видит указания на себя, хотя автор напрямую не говорит о его имени. Собственно говоря, три года идут судебные разбирательства, за это время, безусловно, средства массовой информации освещают это активно, то есть муссируют, разбирают по кусочкам книжку. Книга становится невероятно популярной, сегодня она переведена на десятки языков, в том числе, мы можем видеть на слайде, она переведена на русский язык. Ну и такой тоже более современный пример – это снимок, снятый на Супербоуле 2013 года, известной певицы Беонсе, который был опубликован в одном из журналов. На самом деле была опубликована масса хороших снимков, красивых, где Беонсе предстает в самом очаровательном виде, но среди них было несколько, так скажем, не самых удачных. Пиарщица Беонсе связывается с журналом и требует просто-таки изъять эти снимки с сайта. Как ответ, на следующий день журнал выпускает номер, на первой странице которого красуется Беонсе, представленный на фотографии. То есть невероятный интерес вызывает у пользователей, и особенно популярным этот снимок становится в русскоязычном рунете. Он дает много поводов для мемов и различных импровизаций. Еще об одном медиаэффекте хотелось бы поговорить, очень актуальном для современного уже интернет-пространства – это эффект эхокамеры. Изначально интернет мыслился как некое такое глобальное пространство, где в целом у нас будет происходить коммуникация в различных группах, плоскостях. То есть не будет каких-то ограничений. На самом деле интернет очень фрагментарен. Он не представлен как единая монолитная глобальная некая система. Он состоит из так называемых… Где-то это может быть просто фрагмент какой-то, где-то это может быть как раз-таки эхокамеры. И как некоторые исследователи сравнивают с островами, раскиданными в океане. Собственно говоря, эти острова имеют связь между собой, но при этом они живут какой-то своей достаточно изолированной жизнью. Так вот, что такое эхокамера? Это ограниченное замкнутое пространство, которое позволяет укрепляться или резонировать, то есть усиливаться некоторым установкам. И это пространство при этом достаточно устойчиво к внешнему воздействию. Вот представьте себе, заходите вы в комнату, где сидят любители, ну, предположим, хомячков. Они обсуждают, чем же все-таки полезнее выкармливать маленькие создания, которых они так любят. И в это время вы начинаете говорить, а знаете, может быть, все-таки вам стоит обратить на других домашних животных внимание, ну, например, на кошек. Сначала что делают? Пытаются переубедить вас, да? То есть говорят, ну что вы, мы вам сейчас докажем, что хомячки – это самые лучшие домашние животные. Если вы продолжаете гнуть свою линию, то вас, скорее всего, попросят удалиться. И самое интересное, что участники клуба любителей хомячков, некоторые участники, могут задуматься над тем, что, может быть, вот пришедший только что, он был прав, но они побоятся транслировать свою точку зрения, потому что они только что видели, как поступили с тем, кто имел иные установки, да, иной взгляд на вот эту вот тему. То есть вот эхо-камеры, они позволяют укрепляться вот этим вот установкам. Если мы говорим о идеологии, безусловно, это достаточно такая, даже в некотором случае опасная вещь, потому что вы окруженные, как вам кажется, единственной верной точкой зрения, упускаете какие-то другие трактовки, да, вам кажется, что из этих представлений и состоит весь мир, но при этом, безусловно, мир очень многообразен, и надо учиться смотреть с разных точек зрения, чтобы, ну так скажем, стремиться к объективной картине мира. Нам психологически комфортно на самом деле находиться вот в этой эхо-камере, потому что они подтверждают нашу картину мира, потому что нам приятно, да, это успокаивает нашу нервную систему, и нам приятно получать подтверждение, да, постоянно подтверждение того, что действительно так оно и есть. В чем же опасность нахождения в информационном пузыре? Ну, во-первых, такая картина мира, она очень сильно поляризует общество, то есть у нас есть только черный, белый цвет, а как понять, как смешать эти цвета, представляется, ну, так скажем, трудной задачей, да, смешивание этих цветов. В целом снижается критическое восприятие информации, то есть вы, ну, так скажем, через призму своей оценки начинаете воспринимать какие-то, ну, отголоски, которые могут доноситься извне, да, будучи вот в этом информационном пузыре. Как сделать информационный пузырь проницаем? Что же мы можем для этого предпринять? Ну, во-первых, нам необходимо провести психологическую работу над собой, да, то есть попробовать выйти в большое вот в это пространство, в медиапространство и посмотреть, так скажем, в ту сторону, где, как нам кажется, совсем другие установки царя. Во-вторых, мы, безусловно, должны подключать больше рационального, нежели эмоционального. Современный этап характеризуют как эпоху постправды, то есть наше восприятие реальности, оно опосредовано не столько фактами и рациональностью, сколько нашим эмоциональным отношением к тем оценкам и к тем интерпретациям, которые мы слышим. То есть нравится нам эта оценка или не нравится? Подходит эта оценка нашим убеждениям или нет? А факты, которые приводятся, мы можем их подвергнуть критике, мы можем сказать, что, собственно говоря, скорее всего, неизвестно, имеют они отношение к правде или нет. То есть здесь рациональное, оно вторично. И, собственно говоря, чтобы учиться работать с этой медиасредой, мы должны обращаться к своему когнитивному, к своему аналитическому, к своему рациональному. Еще одна концепция, о которой хотелось бы сказать отдельно, и о ней очень часто просят меня рассказать студенты, это концепция окна Авертона, социологическая теория, которая рассказывает о формировании рамок нормы в публичном дискурсе, в общественно-политическом дискурсе. То есть что общество считает нормой, а что общество считает отклонением от нормы. Это достаточно современная концепция, и она как раз-таки привлекательна для многих тем, что она достаточно просто объясняет, как же все-таки у нас формируется вот это направление дискурса. То есть сторонники концепции, они говорят о том, что даже искусственно можно направить дискурс таким образом, чтобы какая-то мысль стала социально приемлемой. Там они различные примеры приводят, рассуждают, как это можно было бы развернуть, так, чтобы общество стало принимать. Но, безусловно, у этой концепции есть и критика. Во-первых, эта теория чрезмерно упрощает взгляд на социальные процессы, на циркуляцию, так скажем, коммуникации в очень неоднородном обществе. Нет такого понятия, как единое окно дискурса. Я уже ранее говорила, что у нас интернет-среда достаточно фрагментарна, поэтому говорить о том, что через какое-то одно окно можно провести идею нормальности, это неправильно. Ну и иллюзия некоего сильного центра, который управляет нашими взглядами, безусловно, больше относится к конспирологическому, нежели к научному. Но всё-таки это остаётся иллюзией, потому что действительно общество слишком сложно устроено, и социальные процессы, они должны подготовить почву для того, чтобы аудитория приняла те или иные рамки нормы. Одним из примеров может служить история с социальным одобрением гендерного равенства. До середины XIX века эта тема была, ну, так скажем, совершенно непопулярна, если мы говорим в целом об обществе. И первая волна феминизма, она подготовила почву, ну, в первую очередь связанную с юридическими рамками, например, возможность женщине иметь доступ к высшему образованию или отдать свой голос на выборах. Вот подготовила почву к второй волне феминизма, и к 1960 году гендерное равенство становится, ну, вполне себе обсуждаемой и приемлемой нормативной темой. Безусловно, сегодня, если мы слышим какой-то ярко выраженный гендерный стереотип, то мы хотим осечь собеседника, потому что, ну, в рамках нормы не следовать вот этим вот гендерным стереотипам, да, которые как-то демонстрируют неравенство. Ну, и хотелось бы закончить сегодняшнюю нашу встречу очень мудрой древнеиндийской притчей о том, как несколько слепых мудрецов пытаются понять, какое же перед ними животное. Они подходят к слону, и каждый со своей стороны ощупывает вот этого слона. Один трогает за хвост и говорит, так это же змея. Другой ощупывает ногу и возражает, да это вообще не животное, это просто дерево. И ни один из них не имеет полного представления о том, что же перед ними находится. Так вот, уважаемые зрители, я призываю вас как можно более полно подходить к тому, через какие источники вы формируете свои представления. Помнить, что медиа всегда оказывают на нас влияние, и, соответственно, уметь выявлять вот эти вот эффекты и задаваться вопросом, почему я так реагирую на тот или иной контент. Спасибо большое за ваше внимание. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!